Всем привет! Сегодня у нас будет обзор покупок из магазина Светофор. Здесь не только мои покупки, здесь еще меня просили по пути заехать что-то там купить, поэтому столько много. Ну и давайте начнем с самой крупной покупки. Сейчас я вам покажу. Это доска гладильная, была представлена в трех расцветках. Я взяла самую светленькую. Цена этой доски 720 рублей. Давайте раскроем и посмотрим. Доска гладильная с подставкой для утюга, с подрукавником. Размер полотна 1,120 на 345, 1,120 на 34,50 см. Регулируемая высота 70-80 см. Материал МДФ, металл, пластик и хлопок. Производитель Россия, город Барнаур. Так, это у нас сам подрукавник. Очень удобно. У меня есть гладильная доска, но она уже и она без подрукавника. Очень удобно проглаживать плечики, рукава. Так, регулируемая высота, то есть ножка поднимается и можете поставить пониже, повыше, как вам удобно. Само полотно, оно не обработано. Вот край, вы видите, он не обработан. Сейчас вам поближе покажу. Вот так. И просто вот эта вот резинка наложена наверх. Вот здесь у нас находится подставка для утюга. Она выдвигается. На моей доске гладильной она старенькая, но на ней есть здесь уже резетка для утюга. И шнур включайте в резетку, утюг включайте сюда, то есть удлинитель не нужен. Здесь нужно будет удлинитель. Но я вам уже попрошу, чтобы он мне сделал сюда также резетку с проводом-удлинителем, чтобы было удобнее и не нужно было дополнительный удлинитель подключать. Очень, ну, поставить нужно. Вот таким образом выглядит сама доска. Вот сам для утюга подставка и подрукавник. Подрукавник можно надеть с любой стороны, с которой вам удобно. То есть он просто задвигается. Да что ты будешь делать? Вот он просто задвигается и неудобно одной рукой, конечно же. Вот таким образом. В принципе, удобная доска и по ширине. Она не такая узкая, больше полотна можно будет прогладить. Хорошая доска. Так, еще взяла, повторила, уже брала такой кондиционер двухлитровый. Очень приятный запах, мне понравился. Ну, он жидковатый, конечно, но запах приятный. Цена 88,90. И вот покрывало. Все-таки я съездила и купила это покрывало. Плед. Давайте посмотрим, что тут у нас. Размер 1,80 на 2. Стопроцентный полиэстер, искусственный мех. И там еще есть пледы прям такие, как травка, волосатые, лохматые. Но они слишком тоненькие. Сейчас это откроем, посмотрим. Производитель город Новосибирск. И набит он здесь даже написано 290 грамм на квадратный сантиметр. Так, сейчас нам нужно его открыть. Как тут заклеено все скотчем. Ох! Там цвета были разные. На данный момент остались вот такие бежевые, серые. Но он такой серый, больше такой, как с лиловым, что ли. И бордовые. Ну, вот я вот такой взяла, мне он как раз под цвет подходит. Очень приятный, такой мягкий. Ну, вот видно, что вот эта штука, вот полосочки эти светятся. А вот здесь прямо набито хорошо. И если бы шов был выполнен как потайной, то можно было использовать как двустороннее. Ну, здесь даже видно ворс. Ну, видимо, слежался. Здесь такой более гладкий. Сейчас посмотрим, чтобы все аккуратно было. Ну, вроде на первый взгляд все прошито аккуратно. Здесь у нас есть памятка, как стирать ручная стирка. Но я в машинке на ручной стирке стираю для деликатных тканей. И все нормально. Ну, вот смотрите. Все отлично. Классный плед. Я давным-давно его хотела. И цена его 715 рублей. Классный пледик. Я довольна. Я хочу его на диван в зал постелить. А то у меня там какой-то цветной плед. Я хочу однотонный вот такой классный большой. И мне он туда нормально подойдет. Следующий взяла упаковку газированной воды по 17,50. Производитель Новосибирская область. Объем бутылки 2 литра. В упаковке 6 бутылок. Можно брать упаковкой, можно брать и поштучной. Я взяла сразу упаковку. Газировка вкусная. Мы ее брали. Не один раз брали. Кому интересен состав. Вкусная газировка. Был только лимонад. Там еще раньше был буратино. Сейчас был только лимонад. Взяли вот такой вот рулетик на сливочках. Со вкусом клубники. Был еще со вкусом шоколада. Сип холод. 500 грамм упаковка. Восстановленное молоко. Масло сливочное. Сливки питьевые. Пастеризованный заменитель молочного жира. Что тут еще? Молочная сыворотка. Комплексная добавка. Сахар. Эмульгаторы. Ароматизаторы. Стабилизаторы. Ну, как обычно все. Производитель. Пензенская область. Ну, красивая упаковочка такая. И цена этого рулетика 112 рублей. Ну, я такой садовод-любитель в кавычках. Ну, я постоянно сажу много цветов. И еще взяла, повторила семена. Набор семян номер 34 взяла из-за петуний. Два пакета по 17-10. Здесь пять пакетиков. Находится портула крупноцветковый смесь окрасок. Левкой низкорослый смесь окрасок. Петуния гибридная смесь окрасок. Люпин фейерверк. И сальвия сверкающая скарлетт. Две упаковочки таких взяла. Ну, я их больше брала из-за петуний. Потому что у нас один пакетик петуний в магазине стоит 51 рубль. А здесь пять пакетиков разных семян я взяла за 17 рублей. Ну, как бы разница ощутимая. Далее взяла набор зубных щеток средней жесткости. В наборе пять штук. 29,50. Они идут с прорезиненной, наверное, ручкой. Сейчас посмотрю. Смотрите, как удобно сделано. Здесь не сразу все щетки открываются. А каждая щеточка отдельно. То есть, мы-то откроем сразу все. Я хочу посмотреть, прорезиненная ли ручка. Нет, ручка не прорезиненная. Это пластмасс. Нормальные щетки. Если куда-то в дорогу или просто про запас. Вдруг в гости кто-то будут и забудут щетки. Ну, пригодятся в любом случае. Мексиканская смесь. Это смесь замороженных овощей. Вес упаковки 1 килограмм. И цена упаковки 84,90. Изготовитель Китай. Представляете? Смесь овощей нам везут из Китая. Дожились. Ну, видно, что здесь есть морковь, перец. Это, наверное, картофель. Горошек. Ну, к сожалению, здесь не написан состав. Вот просто можете видеть, что здесь ничего не написано. Ну, я так понимаю, морковь, перец. А, фасоль стручковая еще здесь есть. Напиток сокосодержащий. Голд. Здесь упаковка. Литр 93 миллилитра. Ну, практически 2 литра. В 68,90. Взяла мультифрукт. Вкусный сок. Ну, как сок. Напиток сокосодержащий. Нам понравился. Капуста квашеная. Объем ведерка 900 грамм. И цена этой капусты 65,50. Состав. Капуста белокочанная свежая. Морковь свежая. Соль, сахар. Все, больше ничего здесь нет. Даже... Ну, да, соль, сахар. Все. Срок годности. Срок изготовления 18.02. Срок годности 30 суток. Больше ничего здесь нет. Изготовитель у нас город Омск. Это наша местная капуста. Ну, и куда же без крем-фиш, горбуша, скумбрия, крем-фиш. Говорить уже ничего о ней не буду. Постоянно в каждом обзоре покупок я ее показываю. Мне очень нравится. Цена 54 рубля. Баночка 150 грамм. Все сроки изготовления годности указаны на упаковке. Производитель. Производитель у нас Санкт-Петербург. Голубцы ленивые. Цена 53 рубля за 540 грамм в банке. Состав. Крупа рисовая, капуста белокочанная, морковь сушеная, лук сушеный, масло растительное, томатная паста, соль, поваренная пищевая, саль. Сахар, перец, перец красный, перец черный и все. В принципе, состав хороший. Производитель Смоленской области, город Вязьма. Попробуем. Что же за такие вкусные голубцы. Взяла попробовать бутерфиш с горбушей. Горбуша с чесноком. Цена 61,50. Объем 180 граммов. Производитель Санкт-Петербург. Срок годности, дата изготовления. Мне интересно было, что это с чесноком. Очень интересно. Чебуреки домашние. 800 грамм. Упаковка 69,50. Тоже берем не первый раз. Где-то есть отколотые. В принципе, все они целые, но когда они подтают, я вот эти вот отколотые краешки защипляю посильнее, чтобы не вытекал сок. И обязательно прохожусь еще, прощипываю внутренность. Вот эту вот. Потому что здесь это машины, я так понимаю, делают. И тут отверстие, через которое заполняется мясом. И вот там постоянно дырочкой вытекает сок. Поэтому я все это прощипываю. Вкусные чебуреки. Нам они понравились. Берем иногда. Хочется чего-нибудь такого, чего не знаешь. Ну и на помощь приходит. Изготовитель город Омск. Это наши местные. Состав мука. Пшеничная. Вода питьевая. Масло подсолнечное. Соль. Улучшитель теста. Улучшитель муки. Состав начинки говядина. Мясо птицы. Куриный жир. Свиной. А, мясо... Мясо куриное, жир свиной. Лук репчатый. Вода питьевая. Мука. Соль. Комплексная пищевая добавка. Перец черный молотый. В принципе, все. Срок хранения 6 месяцев. Не выше 10 градусов. Взяла кусочек сыра. Сыр Эдем. 316 рублей за килограмм. Кусочек 380 грамм. 122 рубля. Это сыр. Это не сырный продукт. Это сыр. Там, когда берете сыр, будьте внимательны. Потому что многие возмущаются, что ай-яй-яй, что за такой сыр. А там есть сыросодержащий продукт и есть сыр. Поэтому внимательно будьте, когда берете сыры. Ну и, конечно же, повторила еще футболку. Нам уж очень они понравились. Выдерживают. Ни одна стирка уже была. Но футболки маломерки, сразу скажу. Футболки классные. Они не линяют. Рисунок вот этот не трескается, не сползает. Футболки не перекашивает. Качество отлично. Это хлопок стопроцентный. Взяла еще вот такую зеленую. Сыну взяла. Ему тоже очень нравятся. Они очень приятные к телу. Взяла 52 размер. Но, девочки, это не 52 размер. Это маломерки. Поэтому смотрите внимательно, если будете брать. Хорошие футболочки. 136 рублей стоит футболка. Забыла сказать. Взяла набор конфет глазированных. Ассорти 500 грамм 63 рубля. Здесь набор конфеток. Смак, Осия, Мишка Виртуоз и Испанская Ночь. Мы конфеты очень редко покупаем. Такие вот, что пусть будут на всякий случай. Мало ли, когда-то захочется. Указаны сроки годности. Изготовитель. Город Томск. Я даже не знала, что у нас конфеты такие делают. Далее. Колбаса домашняя. Ясная горка. Я уже посылку в посту брала. Колбаса нам понравилась. Она действительно вкусная. Никаких косточек здесь. Каких-то непонятных кусков не попадается. Колбаса вкусная. Без ГМО. Это, по-моему, наша омская колбаса. Колбаска вкусная. Цена 204 рубля 55 копеек за упаковку. В упаковке 1,76 кг. Цена за килограмм 190 рублей. Взяла куриный рулет деликатесный, копчено-вареный. Рулет вкусный, но я его использую, когда готовлю пасту карбонара. Мне очень нравится. Вот именно с этим рулетиком вкусно получается. Это тоже у нас ясная горка. Это наш омский рулетик нашего производства. Мясо куриное, кусковое. Но, в принципе, тут кожа куриная, крахмал, животные белки, соль, экстракты пряности. Черный тмин, сельдерей, перец черный тмин, чеснок, розмарин, молочный белок. Ну и вот эти вот всякие консерванты не содержат ГМО. За килограмм 245,10. Здесь 986 грамм, 241,67. Вытянула мне эта палочка. Так, следующее. Шоколад молочный. Взяла три плитки. Еще раз хочу сказать спасибо девчонкам, кто написал мне про этот шоколад. Очень вкусный шоколад. Это белорусский торговая марка «Спартак». Плитка упакована в картонную упаковку. Плюс ко всему она еще упакована в фольгу. Фольга не блестящая. Сейчас я вам покажу. Матовая фольга. Так, как достать-то? Шоколад нам очень понравился. Хоть для выпечки, хоть просто с чаем попить. Вот так он упакован. Я вам сейчас прямо раскрою и покажу плиточку саму. Видите, он запаян. Сама фольга запаяна. Так-то я пока доставала, разломала. Вот так красиво он выглядит. Плиточки крупные. Здесь изображены какао-бобы. Посмотрите, красивый какой шоколад. Прям как картинка. Вкусный, реально вкусный. Мне понравился. Семье моей понравился. И теперь мы покупаем только такой шоколад. И цена его 34,90. Я считаю, что это вообще даром. Просто даром за 34 рубля покупать вкусный шоколад. Поэтому я вам советую этот шоколад. Состав сахарная пудра, какао, масло, молоко сухое. Какао тертая, сыворотка молочная сухая. Эмульгатор, ароматизатор. Все. Все, весь состав. Классный шоколад. Республика Беларусь. И в упаковке у нас 90 грамм плиточка весит. Следующее. Зефир. Батончики глазированные. Я такой не брала. Может быть были. Я не обращала внимания. Но тут как-то попались мне на глаза. 154 рубля, 90 копеек. 750 грамм в упаковке. Идет с белым шоколадом и с темным шоколадом. И.П. Князева, город Воронеж. Ну, будем пробовать. Вкусные, невкусные. Не знаю. Такие еще я не пробовала. Так. Сливки ультрапастеризованные. Тоже беру уже не первый раз. Мне они нравятся. Упаковка. Титропак. Литр. Сливки 10% жирности. Цена за упаковку. 103 рубля. Кофе попить, чаек. Вообще нормально. Массовая доля жира 10%. Сливки нормализированные. Это весь состав. То есть, вот вы видите. И производитель у нас. Так. Изготовитель. Москва. Адрес производителя. Москва. Московская область. Следующее, что я взяла. Это. Молоко питьевое. Ультрапастеризованное. Тоже беру его не в первый раз. Ну, тоже вы видите, что в каждой. В каждом обзоре покупок у меня это молоко. Тяжин 3,2. Жирность. Ультрапастеризованное. Молоко нормализованное. Все. Это весь состав. Больше ничего здесь нет. И у нас город Москва. Изготовитель. Адрес производства. Город Киселевск. Кемеровская область. Упаковка 1 литр. И цена за пакет молока 41,10. Также у нас сейчас появились ряженки, кефиры, снежок. Взяла упаковку кефира на выпечку. Упаковка 900 грамм. Цена за упаковку 35,50. Массовая доля жирности 2,5. Состав нормализованное молоко. Закваска. Приготовленная на кефирных грибках. Количество молококислых микроорганизмов в течение срока годности составляет... Ну, вот это вот. Все. В принципе, здесь больше ничего нет. Производитель у нас Любинский район. Это тоже наше местное. Упаковка такая бедненькая. Обычно упаковки у Любинских красивые. А тут такая бедненькая упаковка. Так, молока я взяла, забыла вам сказать, 4 штуки. Далее. Кофейный напиток растворимый капучино. Тоже постоянно его берем. Ну, вы сами понимаете, что кофе здесь... Ну, сколько здесь кофе содержится. Поэтому можно сказать, что здесь... Ну, кофе три в одном. Все же пили и все понимают. 148,30, в упаковке 20 пакетов. Один пакет весом 25 грамм. Так, идет у нас состав. Сахар-песок, заменитель сливок. Кофе натуральный растворимый, порошковообразный. Мальтодекстрин и соль. Какие незнакомые слова. Так, и хранить. Изготовитель Челябинск. Да, изготовитель Челябинск. Ну, тоже я уже сбилась со счету, сколько раз мы покупаем этот. Ну, из всех, которые представлены, Светофория и Фикс Прайс, вот эти мне понравились больше всего. Далее. Взяла попробовать фрикадельки из океанических рыб в томатном соусе. По 23 рубля баночка. Баночка весом 235 грамм. Взяла две банки. Так, где у нас здесь состав? Вот где-то вот рыбный фарш, рыба океаническая, рыба копченая, крупа перловая, мука, лук, подсолнечное масло, соль, пряности, томатный соус, масло подсолнечное, луковый порошок, кислота уксусная, сахар, соль, томатная паста, водопитьевая. Так, все. В принципе, состав неплохой. И изготовитель это у нас Рязанская область, город Рязань. Цена смешная, но попробуем вкусные они. Или так себе решила взять попробовать. Вот. Печенье Баяшка с посыпкой с сахаром. 101,90 стоит упаковка. Тоже мы уже брали, нам понравилось. Ой, порвала пакет. Нам понравилось это печенье в упаковке 1 килограмм. Ну, за 1 килограмм это вполне адекватная цена. Состав. Кому нужно читать? У меня уже устали глаза такую мелочь читать. И производитель... Это капец. Свердловская область, город Полевской. Ну, тут осталось уже немного заканчивать. Скоро будем. Так, следующее я взяла. Конфеты. Неглазированный пухлый кролик. Вкус ванили. Вес упаковки 600 грамм. Цена 133,10. Ну, это обычный маршмеллоу. Я очень люблю в кофе добавлять. Мне нравится. Тут в последнее время ни в светофоре, ни в экспрессе не было. А здесь вот такую большую упаковку привезли. Как-то у нас вот продукты более-менее что-то привозят. А с такого вот бытового чего-то мало. Единственное, что там привезли ковры. Красивые ковры. Постельное белье, одеяло, подушки. Такое вот. Игрушек очень много. Классные игрушки для девчонок, для мальчишек. Куклы. Очень красивые куклы. Машинки, наборы. Бытовая техника есть. Неплохая. Кстати, у меня термопод со светофора уже два года. Фу-фу-фу. Работает вообще исправно. Нареканий никаких нет. Вообще супер. Так, это мы отошли от темы. Ну, что здесь про маршмеловки говорить? Видите, что большие такие зефиринки вот эти воздушные. Вкусно с кофейком. Так, следующее. Пирожное Тимми. 330 грамм. 72,90. Здесь в упаковке 10 бисквитных пирожных. Ну, я так думаю, это типа барни. Что-то такое наподобие. С малиной и сливками. Другого вкуса я не видела. Видела только такие. И были еще поштучные. Но выгоднее было взять упаковочкой. Торговая марка Конти. Ребят, кому нужно, вот читайте состав. У меня очень мелко. У меня устали глаза. Я уже не вижу нифига. Так, а производитель кто у нас? Потребитель. Джон. Изготовитель. Курская область. Город Курск. Так, следующее. Колбаса вареная семейная с чесночком. 119,50 за килограмм. Палочка вот такая вот большая. 280 рублей 47 копеек вытянула мне эта палочка. Весом она 2,414. Ну, не знаю. Я почитала. Вроде бы состав неплохой. Тут еще все позаклеено. Так, ну вот здесь написано. Колбасное мясное изделие. Состав свинина, шпик, вода, соль. Крахмал картофельный. Посолочно-нитритная смесь. Пищевой фиксатор окраски. Стабилизатор. Загуститель. Ну и консерванты. Тут приправы. Изготовитель Новосибирская область. Село Криводановка. Вот. Тяжелая очень упаковка. Кстати, упаковка батон этот 2 килограммовый. Кстати, вот сейчас я вам покажу колбаску. Вот это вот отяшево докторская колбаса вареная. Гост. Ну, это вот кусочек уже остался. Кстати, очень достойная, неплохая колбаса. Состав у нее тоже хороший. Здесь нет механической обвалки мяса. Нам понравилась. Колбаса вкусная. Вот правда, правда вкусная. Хоть на салат, хоть на бутербродик. Вкусная колбаска. Попробуйте. Вот кто увидите, попробуйте именно вот такую вот докторскую колбаску. Вкусная. Нам понравилась. И состав у нее хороший. Так. Медленно перешли тут на колбаски. Следующая вафли в ассортименте 43,50. Тоже постоянно беру эти вафли. Сладонеж. Это, по-моему, Омский. Да, город Омск, производитель. Вот, пожалуйста, читайте состав, кому нужно. Я считаю, нормальный состав, неплохой. Ничего тут такого нет. Вода питьевая, мука пшеничная, пудра сахарная, жир кондитерский, масло растительное, эмульгатор, разрыхлитель. Все такое. Упаковка 500 грамм. Вкусные вафли я люблю со сливочным вкусом. Не люблю шоколадные вафли, пироги шоколадные, торты шоколадные. Ну, не знаю, шоколадки люблю, а вот мороженое там еще что-то с шоколадным вкусом как-то не очень. Так, конфеты Миржеле. Очень интересно так получилось. Я взяла упаковку. Упаковка стоит 132 рубля. Здесь у нас идет вес 1 килограмм. Ассорти. Здесь вот клубничка нарисована. Там, по-моему, манго, лимончик. Ну, разные фруктовые конфетки такие. И сейчас оно идет по акции 2 по цене одной упаковки. То есть, уже на кассе мне девушка сказала, что... Подождите, я сейчас еще одну упаковку принесу. Представляете мне две вот эти упаковки. 2 килограмма. Я не знаю, сколько мы их будем есть. Как бы мы не очень любим конфеты. Ну, так, в охотку тогда. Вот эти, ну, кого-то угощать. Тут у сына день рождения скоро. Вот возьмет в школу ребятишек, угостит кого-нибудь. Сосиски Макс Мясная Тема. 198 рублей стоит килограмм. Упаковка вытянула 1,234 кг. И цена нам обошлась за упаковку этих сосисок 244 рубля. Сосиски на вкус, они реально вкусные. Тут шкопка какая-то. Нам понравились. Мы брали не один раз. И вот тоже, знаете, когда быстренько-быстренько что-то торопишься, раз-раз и готово. Отварил сосисочек и на ужин. Так, это у нас... Вообще здесь ничего не вижу. Вот кому нужно состав. Филе куриное, шкурка свиная, свинина, вода питьевая, форш куриный, говядина. Кстати, вот здесь я не вижу, чтобы здесь была механическая обвалка. Ну, правда, сосиски нам понравились. Сосисочки вкусные. Они такие толстенькие, плотные, не развариваются. Отвариваются, знаете, ну раз бывает, отваришь сосиски, они прям вот так разваливаются. Нет, эти плотные, вкусные, хорошие сосиски. Прям такие вот, настоящие, можно сказать. Далее я взяла чай краснодарский. Ну, я всегда его беру, мне нравится. Он идет с бергамотом. И здесь бергамот, он не ярко выраженный. Вот для меня самое то. Я не люблю ярко выраженный вкус бергамота. А вот этот вот мне нравится. Ну, беру для себя 30 пакетиков. И цена у него 18 рублей. Мои как-то, они не очень такой чай, а мне нравится. Они любят просто черный, либо фруктовый какой-то. Гематоген 69 рублей. Давненько его не привозили. Я люблю гематоген. Производитель. Томская область состав. Сахар, молоко, цельное сгущенное, патока. Альбумин, пищевой, черный гемоглобин, ароматизатор и все. Упаковки у нас раз, два, три, четыре, пять, десять батончиков по 40 грамм. Сметана 400 грамм, 41,50. Массовая доля 15 процентов. Постоянно беру эту сметану. Не знаю, ну, все на любителя. Мне нравится эта сметанка. Хоть в суп, хоть в выпечку. Отличная сметанка. Хоть так просто. Я могу и так просто без всего ложкой навернуть. Так, ну и все. Последняя покупка. Сыр творожный, сливочный, 400 грамм, 120 рублей. Вот с зеленью был подешевле. Вот этот подороже. Состав творог, масло сливочное, вода питьевая, соль, регулятор кислотности, лимонная кислота, стабилизатор. Все. Состав хороший. Изготовитель Алтайский край, город Барнаул. Банка большая, 30 процентов жирности, я так понимаю. Масса 400 грамм, да. Массовая доля жира в сухом веществе, 30 процентов. Ну и все. На этом все. Наконец-то, наконец-то. Все вам показала. Теперь буду разбирать, где чьи покупки. И повезу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Подписывайтесь, кто не подписан. Обязательно поставьте лайк этому видео. Поддержите меня. И до новых встреч.